В смерти есть что-то мистическое, и там, где люди находят последнее пристанище, всегда особая, немного жуткая атмосфера. Она будоражит воображение, пугает и в то же время притягивает. Так появляются суеверия, легенды, ползут нелепые слухи. Если при жизни о человеке шла дурная молва, его хоронили особым образом. Тело могли сжечь, прибить к земле гвоздями, связать ремнями, разрубить, подрезать сухожилия, запечатать серебром. Многие народы считали, что ведьму надо закапывать без гроба, лицом вниз. Могилы часто размещали за оградами кладбища, в лесах, на перекрестках дорог, сверху набрасывали камни, сажали колючие кустарники. Если этого не сделать, мертвец сможет выбраться. Есть поверье, что на могилах ведьм и колдунов со временем появляются дыры и трещины, через которые они выходят на поверхность. Большое количество муравьев, кровоточащая трава и странные звуки из-под земли также указывают на место, где погребена ведьма. В наших сибирских лесах покоится ведьма, которая по преданию погубила целую деревню. Если в 1874 году в деревне было около 500 жителей, то к началу 20 века их осталось 25. Две эпидемии дифтерии выкосили большую часть населения, остальные уехали. А болезнь, конечно, наслала местная колдунья. Говорят, она родила вневрачного ребенка и была изгнана. Младенец умер, и тогда женщина прокляла деревню. В конце концов, ведьму поймали, повесили, а тело закопали. В том лесу до сих пор появляются темные фигуры и призрачные огни. Слышится смех детей. Это событие произошло еще до революции в глухой российской деревне, где мы проживаем. Ночью во дворе одной избы появился холмик земли с полусгнившим крестом. Могилу попытались убрать. Когда ее выносили, там обнаружили человеческие останки. Крест походил на те, что устанавливали на заброшенном кладбище недалеко от деревни. Как все это казалось во дворе избы, никто не понял. Могилу вынесли, кости перезахоронили. Но дом пришлось забросить. Таким образом, ведьма мстила своим убийцам. В нынешнее время проезжающим неподалеку водителям по ночам регулярно приходится встречать женщину, которая просит подвезти ее до определенного места в лесу, где ее встречает ребенок. Попадая к месту назначения, она берет ребенка за руку, и они уходят в темноту и исчезают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова